Один и день безопасности. В Беларуси протягивается масштабная профилактическая акция, накеревшая на попереджение надзвычайных ситуаций, правопорушений и злочинствах. На этот раз готовность аварийных служб и людей до оздоровления проверили в областном объединении профсоюзов. За учениями назирала Ганна Корольчук. В Доме профсоюзов гучит сирена. Тревога – сигнал до эвакуации. За несколько минут сотрудники покидают дом и собираются к выходу. Тым часом выратовальники проверяют безпеку шляхов эвакуации, а так само назирают за поводзенными людей. С тренировкой все справились и поспехово. Але во умовах надзвычайной ситуации можно разгубиться и почать дзейничать неправильно. Тому работникам нагадали, як заховать житё при пожары и посадзейничать у ликвидации узгорания. Проводятся обучающие семинары на тему, как себя вести при различных авариях, как правильно оказать первую медицинскую помощь, чтобы не навредить человеку. Цель всего вот этой акции, я думаю, это, чтобы довести до каждого человека, до каждого нашего работника, чтобы он понимал, что если он сам не позаботится о своей безопасности и о безопасности своих родных и близких, никто за него это не сделает по определению. Протягнулся День Беспеки выставой водолазного и воротовального обсталявания и сродковой обороны от уздения шкодных и небеспечных вытворчих факторов. Присутных учили оказывать доврачебную допомогу на манекенах. Особную пляцовку зрабили для детей. Наученцам молодших классов пропоновали проести квест «Небеспечно-беспечно» принятию делу развивающих гульнях и тематичных викторинах. Работники МЧС совместно с профсоюзом проводят открытое мероприятие на площади Восстания. Здесь, как мы видим, в основном у нас находятся дети, потому что как раз и очень актуально. Начало учебного года. Дети совместно с своими родителями учатся в игровой форме различным действиям в случае возникновения пожара или различных других чрезвычайных ситуаций. Такие мероприятия очень нужны нашему населению, ведь именно в такой форме это актуально, это позитивно, это креативно. И дети лучше усваивают данный материал. Акция «Один и день без пики» протягнется в Украине до 10 вересня. Ганна Корольчук и Гармарышченко. Отель радует компания «Гомель».